Так, я надеюсь, запись включилась. Приветствую тебя сердечно, дорогой Владислав. Давно тебя не видел. Давно тебя не видел. Я хотел с тобой посоветоваться. Посмотри картину у меня. Я ее давно решу, давно переписываю. Вот сейчас, как у меня получилось после вчерашней ночи. Ночью я вчера ее как-то делал. Не слишком маляписто. Вот цвет. Это знаешь, как вот, когда краски в краску входят. Может почистить надо. Может гитару здесь более желтую сделать. А тут видишь, у меня желтая и тут же сразу зеленоватая. И здесь вот так вот, видишь. И здесь шея такая. Может быть ее почистить надо немножко так сделать, как лицо. Такое аккуратненькое. Ну, посмотри, как тебе. Не разбирайся в живописи. Просто скажи, как тебе кажется, грязновато или все хорошо? Или наоборот прекрасно? Или как? Ну, как? Я думаю, что все хорошо. Единственное, что я бы изменил, это я бы немножко поменьше желтого в районе шеи сделал. А так все хорошо. Вот это, да? Да, вот это пятно поменьше бы сделал. Так, а здесь вот столик виден, да? Столик виден, что он сюда? Это столик. Ну да, видно. И тут салфеточки такие вот, видно, да? А руки как? Нормально руки? Нормально? Видно, что она играет? Да, то, что она играет, видно. То есть движение есть, да? Да. И бант колышется там, видно, да? Банты не очень хорошо вижу. Вот. А, да, вижу. Значит, шею ты считаешь, да? Только шею, да? В принципе, да. Думаю, только шею. Ну хорошо, спасибо тебе. Как у тебя дела? Хорошо. Гораздо лучше, чем было год назад. Я тебя поздравляю. Слушай, я тебя попросил, чтобы ты прокомментировал, что мне поправить, что не поправить, потому что у нас в школе Человек Будущего Хомофутурус есть такой формат, даже, так скажу, такой механизм, когда я советуюсь со всеми участниками школы нашей, и они мне пишут комментарии, что подправить, что убавить, что прибавить, какой цвет добавить. Я это взвешиваю, принимаю решение, и таким образом в коллективном разуме мы, значит, создавали уже несколько картин, и они стали шедеврами. И они теперь всем нравятся. И они даже вошли у меня в книгу, которую, у тебя же нет моей последней книги «Белые стороны, черные дыры страха», как там элементы ключ-2, как использовать моменты стресса, энергию этого напряжения для решения неподъемных задач. Ну, например, когда у меня какое-то напряжение, чрезмерный стресс, там что-то случилось, там или еще что-то, я в этот момент сразу вспоминаю несколько вопросов, а я тебе сейчас это рассказываю, чтобы и все послушали. В момент страха надо сразу вспомнить несколько важных задач актуальных, и тогда энергия напряжения перенаправляется на их решения, как в Айкидо. Вот такой способ называется «Использование энергии страха в нужном для тебя направлении» в этой книге, и там как раз эти картины тоже есть. А скажи, что ты за этот год сделал? За этот год я поступил в университет в Руден, и планирую поступать за границу в этом году. А там куда будешь поступать еще? В Италию. А, понятно. А в какое учреждение? Ты уже знаешь, да? Да, во второй университет Рима. О, как здорово, как здорово. Там очень здорово, там у нас тоже много друзей в нашей школе, человек больше ухом и футурс. Ты с ними со всеми можешь познакомиться, мы все вместе проводим вот такие вот бесплатные любезы проводили, создаем науку. И скажи мне, как дома, все ли хорошо? Ну да, гораздо спокойнее, чем было раньше. Очень хорошо. Давай мы с тобой продолжим нашу традицию, и в следующий раз сделаем запись, где ты будешь показывать, как применяешь приемы ключа, что это дает, и вся молодежь наша будет обучаться. Я только за. Все, договорились. Сейчас у нас будет вебинар 31 числа, я тебе пришлю подарочный личный вход. Это будет посвящено тому, во-первых, там сверхобучаемость, как быстрее учиться, и тебе это поможет там в университетах. Даже можешь в третий какой-нибудь поступить одновременно, потому что эффективность обучения будет возрастать. И кроме того, ну там увидишь на вебинаре, там очень много моментов важных. Как вербалику использовать, использовать приемы ключа для развития самосознания и быстрого развития личности в творческом плане. Вопросы есть? Нет, вопросов нет, буду ждать вебинара. Давай, а после мы с тобой делаем запись и обучаем молодежи. Замечательно. Спасибо, обнимаю тебя, Владислав. Вам спасибо. Привет тебе. Вам тоже. Спасибо. Спасибо.